Выбираем белокочанную капусту. Этот овощ отличается высоким содержанием калия и кальция, а по количеству витамина С белокочанная капуста не уступает апельсину и лимону. При термообработке витамин С, правда, разрушается, но остаются клетчатка, минералы и витамин К, которые способствуют заживлению раны, лучшей свертываемости крови. Кроме этого, в капусте есть полифенолы, антиоксиданты, которые снижают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, а также некоторых видов рака. Давайте же разбираться, как выбрать этот полезный овощ. Будем оценивать твердость кочанов. Если кочан достаточно твердый, упругий, если листья плотно прилегают друг к другу, это говорит о том, что капуста выращена с применением соответствующих технологий, содержанием нитратов, все в порядке. Если же мы наблюдаем обратный процесс, когда сжимаем кочан капусты, а он более мягкий, рыхлый, то это все будет говорить о том, что начинаются процессы порчи. Поэтому такую капусту употреблять не стоит. Что касается ранней капусты, то и здесь кочаны должны быть умеренно плотными. Слишком рыхлые могут говорить о большом содержании нитратов. Помните, что размер зависит от сорта, но лучше ориентироваться на кочаны средних параметров. Капуста наряду с арбузами является тем овощем, который как губка впитывает нитраты. Это он все делает для того, чтобы как можно дольше пролежать в процессе хранения. Поэтому если мы говорим о крупнокочанных капустах, то тогда лучше их употреблять уже по весне, когда содержание нитратов естественным образом в них снизится в процессе хранения. Имейте в виду, что наибольшее количество нитратов накапливается в кочерыжке и в верхних кроющих листьях, поэтому удаляйте их перед готовкой. Обратите внимание на то, чтобы наружные листья были целыми и без повреждений. Черные точки – признак гниения, а трещины – перезрелости. Такой экземпляр не подойдет для хранения. И исходя из названия самого овоща «белокочанная капуста», качественным овощем будут являться те кочаны, которые будут при разрезе такого насыщенного белого с желтоватым, возможно, оттенком цвета. Все, что касается зеленых, тем более изумрудно-зеленых цветов внутри кочана, не по окроющим листьям, это все будет говорить по-прежнему о наличии большого количества нитратов. Итак, хорошая белокочанная капуста отличается плотностью. Ее внешний вид не будет вызывать вопросов. Никаких черных точек и повреждений. Лучше выбирать кочаны среднего размера. И помните, от капусты должно пахнуть капустой. Вкусных и полезных покупок!